МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Не пройти, не проехать, а скоро уже и жить нельзя будет. Улицы, находящиеся в городской низине, последние годы постоянно затапливает. Частичное перекрытие улицы Кооперативной создало множество неудобств для автомобилей и жителей города. В Азове открытие театрального сезона ознаменовалось спектаклем с участием московских артистов. В редакцию 5-го канала обратились жители нескольких нижних улиц и переулков Азова, которые в последние годы особенно страдают от избыточной влаги в домах, а также от потопления земельных участков. Люди связывают свои проблемы не только с неудовлетворительным состоянием ливневки, но и с неудачным строительством большого складского помещения одним из предпринимателей. Подробности в сюжете. Украинская, Щербакова, Кунникова и другие нижние улицы и переулки Азова находятся в таком состоянии, что при малейшем дожде становятся непроходимыми. Посмотрите на нашу улицу, на что она стала похожа. Здесь просто невыносимо детей везти в школу. Если ребенок идет пешком, это нужно идти в бахилах, чтобы выйти, допустим, в город уже в более-менее потребном виде. Особенно тяжело передвигаться в сырую погоду инвалидам, а также многим проживающим здесь пожилым людям. По словам жителей, обращения в городскую думу, а также к депутату округа Юрию Голубеву оказались безрезультатными. Уже не знаем даже, кому обращаться, вплоть до того, что нам уже посоветовали обратиться к Станиславу Потакову, который сейчас, в принципе, он не занимает никакой должности, но людям помогает. И это видно, его помощь видна. А работа администрации нам не видна. Поэтому нам бы хотелось, чтобы все-таки наш город, как говорится, жил и процветал, и было все хорошо, и чтобы не было никаких жалоб. Я понимаю, что у всех много проблем. Но это вот одна проблема маленькая наша, или для нас это большая, может быть, для города маленькая. Хотелось бы, чтобы она была решена. Валентине Васильевне Гапоновой 91 год. Полжизни женщина проживает на улице Щербакова. Утверждает, что раньше с наступлением ранней весны в огородах закипала работа, а в этом году стоит тишина, так как на многих подворьях земельные участки полностью, либо частично покрыты водой. Невозможно зайти в огород. Понимаете, пропал огород. Камыш лезет. Что делать? Хоть бы траншею прочистили, вода уходила. 30 лет тут живу уже, и такого не было. А вот сейчас вот два года стоит вода в городах. И распространяется уже по дорожкам, уже у дворы. А в ритке в дворе, и в хате, и все. А до нас она уже распространяется. Не было такого болота. Проживающий на улице украинской Петр Кузнецов считает, что в отношении нижних улиц необходимо принимать какие-то радикальные меры. На мой взгляд, надо хорошо это прогридировать, сделать хорошую подушку из песка, щебенки. И, может быть, даже немножко забетонировать, чтобы дорога держалась. Может, это дорого, конечно. И потом надо Кунниково вот этот переулочек сделать по Кунниково, той дороге. По переулку Кунниково когда-то была проложена лимнёвка, которая давно никем не чистилась, заилилась и заросла камышом. Вот при каждом дожде по переулку Кунниково, Некрасовска, идёт сброс воды. Ну, как лимнёвка, да? Как мне сказали в этом самом администрации, эта лимнёвка допускается, сброс воды по переулку. Ну, допускается, да? А они что-нибудь сделали? Вот эта лимнёвка уже подняла нашу улицу, песку грязи нанесло уже выше дома. Вот пойдёмте, снимите, выше домов нанесло грязи. В своё время Надежда Григорьевна Шабанова с огромным трудом очистила земельный участок от камыша, облагородила и несколько десятилетий подряд увлечённо возделывала огород. Теперь к земле стала не подступиться. Женщина, как и многие её соседи, связывают это со строительством объекта одним из предпринимателей. Вот уже два года, как начали строиться, Саид начал там что-то строить, закрыв проход там, где-то у нас исходила туда вода, куда-то сходила на лимнёвке. А теперь нету ничего, а теперь вот закрыт, и вот мы топнем. И это, и это. В прошлом году немножко, в этом году больше, на тот год ещё больше будет. Вот так мы и живём. Огороды уже не будем сажать, потому что подпочвена вода, ещё вот и эта вода. И всё, пропала. И пропала, и земля пропала, труд наш весь, всё на свете пропало. По словам жителей, они устали от бездорожья на улицах, устали воевать с водой, которая в последние два года не только заливает огороды, но и проникает в дома. Обращаемся к главе администрации, хотелось бы, чтобы нас услышали, потому что к депутатам обращались, писали письмо в Думу. Нашему депутату не дозвонишься. Очень бы хотелось, чтобы глава нас услышал, потому что здесь вот мы собрались все с одними и теми же проблемами. Нас топит, дороги нет. Как-то это нужно решать, потому что, ну, мы тоже люди. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. С 19 апреля в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги по улице Кооперативной будет временно приостановлено движение на участке от Пешковского кольца до улицы Промышленной. По мнению общественника Алексея Дзюбенко, транспортные артерии, на которые ляжет усиленная нагрузка, оказались неподготовленными. Начались работы по капитальному ремонту улицы Кооперативной. Часть транспортного потока уже перенаправлена по улице Элеваторной. Вместе с этим возник ряд трудностей для водителей и пешеходов. Улица Элеваторная совершенно не подготовлена к такому потоку. Люди идут на работу на сам Элеватор, в гаражи, на кладбище, ну и так далее. Никакая обочина не отсыпана. Есть ряд ям, из-за которых возникает затор в движении. Но автомобильные пробки – это еще не самое страшное. Ужасно, что при отсутствии каких-либо тротуаров или пешеходных дорожек под угрозу поставлены жизни здоровья прохожих. Человек погибает на дороге вот так, это секунда дела. Человек покалечен, и все. Жизнь расстается буквально секунда-две. Я это видел, это страшно. Поэтому, раз дороги делаются для людей, мы должны жизни людей беречь и сначала подготовить. По большому счету, любая стройка, когда начинается, ставится сначала туалет. То есть вы подготовьте дорогу к тому, чтобы пустить на нее транспорт объездной, нагрузку, а потом уже начинайте ремонт. В связи с этим азовский общественник Алексей Дзубенко обратился к администрации Азова. У меня огромная просьба к администрации разобраться с этим вопросом. И не нужно какие-то супер качественные дорожки хотя бы отсыпать щебенкой одну дорожку по этой улице. Мы можем пройти, это все увидим. А людям деваться некуда, они идут. А утром и вечером поток просто потрясающий. По словам Алексея Дзубенко, он не сомневается, что городская администрация предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей. Екатерина Рестверикова, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. В Азове стартовал долгожданный театральный сезон, который был приостановлен в прошлом году по всем известным причинам. В эти минуты на сцене городского дворца культуры идет показ спектакля «Ох уж эти мальчики» в постановке заняты популярные актеры театра и кино. Перед началом действия артисты дали небольшую пресс-конференцию, на которой побывали и наши корреспонденты. Город Азов посетили звезды театра и кинематографа Анатолий Катенев, Илья Алексеев, Алексей Моисеев и Сергей Барышев. После холодного и снежного Новосибирска Азов встретил гостей теплым солнышком и хорошей погодой. Вот вчера был в Новосибирске, играли спектакль, там холодно, снег, метель, скользко, пробки жестокие. И тут приезжаем, такое солнце, я говорю, о как, можно сказать, моя родина вас встречает. Я почему так это начал сам, без разрешения. Кроме того, что я тут папа, так сказать, этих двух мальчиков. Будем молчать просто, папа. Да, папа будет говорить, я, мои предки, вернее, и все мое детство прошло в Ставропольском крае. После длительных ограничительных мер возвращение в театр, по словам актеров, это луч света по сравнению с кинематографической деятельностью. Потому что сейчас, конечно, зрители очень благодарны, потому что куда ни приезжаешь, начинают аплодировать и даже думаешь, господи, что я тут такого сказал-то, смешного, или как я тут сыграл-то замечательно, оказывается. Потому что они, видимо, тоже соскучились по зрелищу. И, конечно, этот взаимообмен энергетический, он дорогого стоит. Сериалы и кино – это зарабатывание денег, как это не звучит, так сказать, но это правда. А все, что касается актерского мастерства и какой-то мой актерский, так сказать, рост мой актерский, это, конечно, фиктация. Есть такая известная мысль, что в театре актер накапливает, делает, приобретает опыт, как сказал Алексей, а в кино приходит, чтобы это все отдать. Плохо, что использует, ну, часто фактуру просто использует. Как раньше было два стула, коврик и в Израиль, то это уже не работает. То есть, все равно надо чем-то удивлять, и удивлять не просто голыми попами и кривлянием, а именно историей и актерской игрой. То есть, у нас в основном сейчас, даже если делаешь какой-то антрепризу, спектакль, то мы, как актеры, режиссеры, естественно, мы как-то ее переделываем, не то, чтобы под себя, а чтобы это было удобоваримо. Потому что драматургический материал тоже бывает достаточно плоский сейчас, если брать современные какие-то пьесы, то, конечно, их как бы переписываешь и ищешь там какой-то, скажем так, маломальский... Изюминку. Изюминку глубокий, какой-то... Побываться. Мальский глубокий смысл, да, что мы будем говорить зрителю. В непринужденной беседе артисты рассказали о занятиях во время карантина, приоткрыли тайны закулисной жизни, поделились своими секретами. По окончанию спектакля именитые гости планируют прогуляться по вечернему городу и обязательно посетить Азов с новой театральной постановкой. Герман Токарев, Ольга Усманова, Алексей Покатило, Азов.Инфо. А мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. 30 марта 2021 года фракция КПРФ Законодательного собрания Ростовской области провела заседание Круглого стола, посвященное решению вопроса модернизации сетей питьевой воды и канализации. В обсуждении участвовали министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницын, представители администрации города Ростова-на-Дону, Шахт, Азова и Новочеркасска, а также актив партии КПРФ. Депутаты от фракции КПРФ города Азова не остались в стороне и озвучили глобальную проблему качества питьевой воды Хочу обратить внимание на наш город, так как он на сегодня находится в наихудшем положении экологическом, вся грязь среди домов, все стоки идут к нам, у нас также есть Тагонороский залив, когда идет нагонный ветер, то морская вода соленая тоже идет к нам, и также у нас есть множество портов, которые тоже наносят определенный исчерк экологии. Наши общественные сооружения, они не справляются на сегодня. В ходе программы «Чистая вода» Азов не участвовал в этой программе и никаких других тоже. С этим хочу обратить особое внимание на наш город, принять меры, и у меня есть предложение, что вот я услышал о том, что 29 мероприятий по разработке проектно-смертной документации планируются. Хотелось бы, чтобы город Азов был тоже включен в эти мероприятия. Я очень рад, что молодые депутаты не боятся и напрямую в лоб министрам задают острые вопросы по проблемам города Азова и Азовского района. Из ответа министра стало ясно, что необходимо сделать реальные анализы воды в городе Азове и предоставить ему результат. После совещания депутату Азовской городской думы Николаю Бочарову удалось лично в руки передать заключение Роспотребнадзора, подтвердающие полное несоответствие качества воды санитарным нормам. Праздник 1 апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат, но с большим успехом отмечается во всем мире. Отличается только название в одних странах 1 апреля называют днем смеха, в других днем дурака. Как азовчане относятся к этому празднику, разыгрывают ли они своих друзей и родных в этот день, узнали наши корреспонденты. На протяжении многих лет 1 апреля создавало хорошее настроение людям с самого утра. Вместо сахара овчай добавляли соль, на стульях появлялись скрепки, а кто-то планировал масштабный розыгрыш для друзей и близких. Мы предложили азовчанам повеселиться и вспомнить хорошие анекдоты или веселый случай из жизни. Колобок повесился. Ну смотрите, я обучаюсь на военной кафедре и как-то нам подполковник рассказал один анекдот, который меня насмешил. В общем, дед спрашивает у внука, а дедушка, я хочу быть военным. Дедушка говорит, ну хорошо, будь военным, типа учись, и станешь им. А внук спрашивает дедушке, дедушка, а я буду лейтенантом? Дедушка говорит, конечно будешь. Дедушка, я буду старшим лейтенантом? Конечно будешь. А капитаном дедушка буду? Буду. А майором будешь? А подполковником тоже будешь? А полковником дедушка буду? Тоже будешь. А генералом дедушка буду? Эх, внучек, у генералов свои внуки есть. Пришла я в колледж один раз, мне говорят, что мы сегодня не учимся. Ну я же собрала вещи, ушла, потом мне звонят преподаватели, говорят, что ты где находишься, у нас пара сейчас, важные экзамены, сроки. Я говорю, в смысле, мне сказали, мы не учимся, мне передали, ну и все. Я не знаю, у меня шутки простые, я говорю, что там спина белая, допустим, что-то такое, ну в общем, классика жанра. Заходит? Да. Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня. Но к большому сожалению, желающих поделиться хорошим настроением оказалось совсем немного. Гораздо чаще нам встречались грустные, уставшие люди, которым совсем сегодня не до смеха и улыбок. Год действующих ограничений негативно сказался не только на всех сферах деятельности, но и на отношении людей к жизни. Но не будем забывать, что смех продлевает жизнь. И родных порадуйте, и врагов позлите. Екатерина Четверикова, Ольга Усманова, Алексей Покатило, Азов.Инфо. На сегодня это все, впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами, звоните и сообщайте нам интересную информацию. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго, до новых встреч. В пятницу 2 апреля ясно. Температура днем плюс 13-15, ночью плюс 4-6. Ветер западный 3-4 метра в секунду, влажность воздуха 53%. Уровень воды в реке Дон на 18 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 7 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова